Всем привет, с вами Аурум, и как видите, обновление уже в силе, Аурум уже в игре, закупился кристалликами, наполнил себе золотом и эликсиром все хранилища, и сейчас давайте посмотрим, что же нам принесло данное обновление. В принципе, мы всё и так знаем, это дружеские бои, кстати говоря, пока почему-то меня не берут ни в какой из дружеских кланов, поэтому подождём, может во время видео кто-то меня всё-таки возьмёт. Ну, чтобы я вам показал, как всё-таки выглядят дружеские бои, и сам, в общем-то, посмотрел. Даже дело не в том, что я вам покажу, а дело в том, что сам это всё попробую, потому что на момент выхода видео вы, наверное, уже сами тоже это всё дело испытали. Самое, что меня больше всего интересует, это новые юниты. Новый юнит на девятом уровне ратуши — это дракончик, то есть если мы вот клацнем на казарму уровень 10, можем её улучшить до 11 уровня, что, в общем-то, сейчас и сделаем. Итак, пам! Блин, 1123 кристалла, чтобы улучшить сразу же. Ну, давайте улучшим. Да, действительно, именно так она выглядит, как и на снэкпиках, где разработчики спалились очень красивенько. Давайте сразу, насколько у нас расширилась, да? Насколько сильно у нас расширилась эта вся зона в казарме практически на весь мой айпад. Вот давайте сразу же построим дракончика. Строится он 10 минут. Рассеянный удар у него, то есть это сплэш, земля-воздух, 10 мест занимает, бонусный урон при ярости. Но об этом я рассказывал и покажу ещё видео, где будет отдельный обзор дракончика. То есть в текущем видео я расскажу вам всё, в принципе, таким скомом, покажу, как оно всё выглядит, а отдельные видосы скоро будут на канале. Так, ну, дракончика, наверное, сразу, да? Чтобы посмотреть, где ты, где ты? Мой дракончик... Он где-то вообще появился? Нет? Я в глаза балуюсь. А, вот же ты, ну, точно балуюсь. Вот такой вот дракончик у нас. Ну, в принципе, это точная копия игры Clash Royale, то есть ничего в текстурах не поменялось, прям один в один. Давайте теперь построим шахтёра. Ну, несколько данных о дракончике. Оставшись в одиночестве, дракончики становятся злее. Злые дракончики получают бонус урона и скорости атаки. Обучить дракончиков можно в казармах 11 уровня. Всё это я показывал в сникпиках, сейчас останавливаться тоже на этом деле не буду. Опять трачу 1369 кристаллов только ради вас, чтобы посмотреть на шахтёра воочию. Итак, наш шахтёрчик. Вот он прибежал. В принципе, в принципе, ребят, ну, да один в один тоже с Clash Royale. Текстуры всё те же, такой же улыбак, а в шапке со свечкой. Дракончик что-то на него напал. Ну, норм, короче. По поводу шахтёра тоже всё понятно. Шахтёры передвигаются под землёй, без труда проходят под стенами и выскакивают прямо у цели. Под землёй им не могут навредить и на них не реагируют ловушки. Обучить шахтёра можно в казарме 12 уровня. Опять же, ну, я вот почему-то провтыкал тот момент, что будет два уровня казармы. Ну, точнее, я об этом знал. Но вот по поводу гемов я немного не рассчитал, наверное. Ну, я надеюсь, нам, в принципе, хватит. Потому что сейчас мы будем апать и смотреть заклинания. И у нас появляется два заклинания. Одно на 10 уровне – это заклинание клонирования. И на 9 уровне – это скелетное заклинание. Давайте посмотрим, где мы можем их взять. То есть в тёмной казарме это у нас скелетное. Но, к сожалению, почему-то у меня не хватает для этого скелетного заклинания. Давайте пойдём в магазинчик и закупимся этими всеми штуками. Потратим целых 2200 или выгоднее 1500. Я даже не знаю. О, меня, кстати, приняли в план. Отлично. Давайте пригодится полностью. Две ещё тысячи гемов мы потратили. Улучшаем это всё дело и получаем вот такое вот заклинание отличное. И ещё 1300. Короче, чувствую, я под ноль всё снесу. Оу. Ну, мне так намного больше нравится. Это реально симпатичненько. Серьёзно. То есть фабрика тёмных заклинаний теперь стала намного симпатичнее. Что же мы тут имеем? Скелет. У нас 6 скелетов на первом уровне. Цена 110. Занимает одно место, ну, само собой. И строится, как все остальные, 5 минут. По поводу, как оно действует, тоже я говорил. Уверен, что ещё сегодня даже я уверен, что сниму какие-то видео о текущей обновлении, где буду тестить эти все дела. Ну, и, ребят, давайте посмотрим ещё одно заклинание. Это заклинание клонирования. Оно мне вообще так, я думаю, всех будоражит эта тема. А вот, мне даже ничего улучшать не нужно. Всё, мы можем найти в фабрике заклинаний. Видите, оно вот появилось. Клонирующее заклинание. Вместительность клонов 20. То есть это те самые клоны, которые будут выбегать из круга. Это всё тоже дело мы потестим. И занимает 4 места. 20 минут строится. Земля-воздух. Тоже тут написано клонирующее заклинание. Создаст круг призыва, в котором будут появляться временные копии войск, входящих в него. Круг может создать только ограниченное количество солдат. Ну, прикольно. Вообще, очень интригующее, действительно, заклинание. Потому что я многого от него ожидаю, если честно. Мне лично интересно, не переборщили ли разработчики с этим заклинанием. Потому что его можно реально сделать очень читерским. То же самое, что сейчас модно играть валькириями. Представьте себе, на 20 фейковых валькирий больше в центре карты. Вы понимаете, что это просто пипец. Ну и помимо всего прочего, разработчики на ратуше 11 уровня ввели пушку 14 уровня. Адскую гонщую 4 уровня. Кстати, я ее сейчас апать не буду. И шар 7 уровня. Тоже со временем потестим. Но сейчас апать не буду. Потому что не совсем понимаю, насколько это все дело будет эффективно лично для меня. На ратуше 7 ловушка пружина 2-го, 4-го уровня. Ратуша 10+. Вышибало теперь занимает всего 6 мест. Ну, это уже хоть что-то. Потому что раньше он был не настолько прям супер симпатичным. Поэтому сейчас это, конечно же, уже интересно. Видим, да? 6 мест, все дела. И самое, что ни на есть прикольное, это чат. Во-первых, сразу можно заметить, что чат куда-то опустился вниз. Все очень как-то сильно непривычно. Хотя довольно удобно. То есть с чата мы сразу можем перейти в менюшку клана. А чат у нас теперь как-то вот так внизу. Ой, боже, как непривычно. А как мне отсюда выйти вот так, да? То есть здесь мы можем сразу бросить запрос войск. И вот здесь то самое наше испытание. И, кстати, ну давай. Победи меня. Победи меня. Так. А и что? И окей. И что будет? А ну-ка давайте смотреть. И появляется вот такой вот. Боже, как чат опустился. Что за фигня? А где мой запрос-то? Мне кто-то, кто-то... А, уже мой запрос закрыли. Я даже не смогу... Я даже не смог посмотреть, как это все дело произошло. Сколько, боже, сколько здесь запросов-то сидит. Капец. Чат, кстати, полумертвый. Я что-то не понимаю. Что, 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 что в общем-то произошло? Наверное, кто-то принял, нет? Давайте начать. Где запрос появляется вообще? Ребят, вот я рак. Ну, блин, реально. Чат теперь просто снизу вверх. Точнее, нет. Да, снизу вверх. Раньше он был сверху вниз. Сейчас снизу вверх. А то я смотрю, думаю, где же вверху мои запросы-то? И никак не могу их найти. Конечно, вот они. На одну звезду меня снесли. Вообще не снесли. Ну, короче, я крутой донатер 11 уровня. Поэтому никто не может снести. Ну, в общем-то, ребят, вот такие вот новости. Давайте посмотрим, как все-таки выглядят новые пушки, да? Лучшие игроки. Клацнем на какого-то топа. И посмотрим, как выглядит пушечка новая. Нет, нифига нет у него пушечки. Нету. Так, и тут нету. Че за дела вообще? Что за донатеры пошли? Ребят, может мне все-таки апнуть пушку? Давайте апнем пушку. А че? Че? Я че? Я же тоже вроде донатер. Тем более золото на что я буду тратить? Конечно же, пушку и тысячу кристаллов, да. Именно так выглядит новая пушечка. Разу топом мы не нашли этих пушек, то вот так вот выглядит пушка. Характеристики у нее 110 урон в секунду, 1380 хп. А предыдущая... А, нет, это не предыдущая. У меня даже не все, не все, не все, не все, не все. А, там у меня вообще единственная пушка была, которая... Ха-ха, понятно. Ну, короче, в общем, вот такая вот пушечка. Дизайн действительно интересный, прикольный. А что еще могу сказать? Намного сильнее, чем 12 уровня. Действительно, намного сильнее. Посмотрим, если все пушки переапать мне, это столько нужно фармить, что я столько не проживу. Ребят, в общем-то на этом все. Ушел пилить видео о новых заклинаниях, о новых войсках. И скоро ждите какие-то либо фан-атаки, либо тестовые бои. А с вами был Аурум. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Всем удачки!